Эдуард Асадов. Артистка. Судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримеров, и шлейф оваций гулки, как прибой, незримо волочила за собой. И девушка вздохнула. В самом деле, какое счастье так блистать и петь! Прожить бы вот так хоть две недели, и, кажется, не жаль и умереть. А божество в тот вешний поздний вечер в большой квартире с бронзой и коврами сидело у трюмо, сутуля плечи и, глядя вдаль, усталыми глазами. От шпиля в косу в ящик положила, сняла румянец ватой, не спеша помаду стерла, серьги отцепила и грустно улыбнулась. Хороша! Куда девались искорки во взоре? Поблёкший рот и ниточки седин, и это всё, как строчки в приговоре, подчёркнуто бороздками морщин. Да, ей даны восторги, крики бис, цветы, статьи любимая артистка, но вспомнилась вдруг девушка-хористка, что встретилась ей в сумраке кулис. Вся тоненькая, стройная такая, две ямки на пылающих щеках, два пламени в восторженных глазах и, как весенний ветер, молодая. Наивная, о, как она смотрела, завидуя, уж это ли секрет, в свои семнадцать или двадцать лет, не зная даже, чем сама владела. Ведь ей дано по лестнице сейчас сбежать стрелою в сарафане ярком, увидеть цвет таких же юных глаз и вместе мчаться по дорожкам парка. Ведь ей дано открыть миллион чудес, в бассейн метнуться бронзовой ракетой, дано краснеть от первого букета, читать стихи с любимым до рассвета, смеясь бежать под ливнем через лес. Она к окну устало подошла, прислушалась к журчанию капели, за то, чтобы так прожить хоть две недели, она бы все, не дрогнув, отдала. Спасибо. Спасибо.